Друзья, вы снова на канале сказы сибирского шамана. У нас вечер, волшебная лампа зажжена, а когда волшебная лампа зажжена, значит будут волшебные истории. Вот хочу сегодня рассказать вам волшебную мистическую историю. Сразу скажу, что под мистикой я понимаю только светлую мистику. Мистика это не чертики, не зеленые человечки, не какая-то чертовщина, а это знание Божественного Света и видение того, что происходит вокруг тебя в свете Духа, Духа Великого Отца, Духа Великой Матери. Вот такая история со мной произошла, очень необычная. Дело было весной, дни стояли очень ветреные, ветер просто злобствовал, срывал шифер с крыш. Забор ходил как гармошка. И утром вот в один из дней ветер особенно буйствовал. Ну а я как шаман привык разговаривать с ветром, с речкой, с духами трав, деревьев. И вообще я коренной сибиряк, а сибиряки очень любят природу, я тоже очень люблю природу, и поэтому это у нас такая привычка разговаривать с природой, природными духами. Ну и вот разговариваю я с ветром, не то что разговариваю, я ему запрещаю. Я ему говорю, значит, запрещаю тебе буйствовать, запрещаю тебе злобствовать, запрещаю тебе крушить, ломать. Иди туда, откуда ты пришел, иди к тому, кто тебя породил. И вот так утром, ну, больше часа я с ним так разговаривал, и подошло время прогулки, я вышел на улицу, очень так напряженно было, ветер так наклонял деревья, ну, кроны прям под 45 градусов наклонялись. Я делал свой обычный круг, как обычно, прошелся, дошел до парка, по парку походил, все это очень было напряженно, вот эта внутренняя борьба у меня шла с ветром, ветер не унимался, и прям все держал в каком-то диком напряжении. Я продолжал свою работу такую, мистическую внутреннюю, и запрещал ему крушить, ломать, злобиться, сыровать шифер и прочее, прочее. Ну, и вот вышел я, значит, из парка, иду мимо дома, и вдруг, значит, как что-то чиркнуло по моему предплечью, вот так, по правому предплечью, как что-то чиркнуло, пролетело, я поднимаю, значит, грохот раздался, поднимаю, значит, руку, смотрю, у меня кровь на руке, смотрю штормовку, здесь штормовка немножко порезана, рубашка чуть прорезана, значит, там тоже кровь. Вот, а на асфальте лежит большой кусок зеркального стекла. Если помните, раньше, значит, в шкафах было такое стекло зеркальное, оно зеркало было с внутренней поверхности и покрыто лаком. И стекло толстое, где-то миллиметров, наверное, шеи, восемь, наверное, вот такое, вот такое, если не больше. И кусок заостренный, прям вот он каким-то образом, вот, вот, когда стекло вот ломается, там возникает такая острая кромка. И вот этой кромкой с балкона, вот, потом, сколько я смотрел наверх, я не видел, откуда это прилетело, но сам факт, стекло прилетело, если бы я был ближе к этому дому шел, оно могло мне угодить, не знаю, в шею, там, в артерию, так сказать, в плечо, то есть я просто мог умереть от этого удара. А поскольку я шел чуть поудаль, то этот кусок прошел таким скользящим путем. Ну и штормовка помогла. Штормовка была новая, я буквально пару дней назад купил ее в спортивном магазине, очень хорошая такая, она дышит, так сказать, в ней не накапливается влага. Вот, мне это удобно было ходить. Конечно, жалко было немножко штормовку, но сам факт, штормовка, по сути, меня оберегла от более тяжелой травмы. Вот, а после этого, как кусок упал, ветер стих. Совершенно стих, пошла другая погода, вот, и дальше я уже шел, уже этого буйства такого не было. Дул какой-то совершенно другой ветер. То есть такое было ощущение, что прям дух злобный, который этот ветер породил, этот дух отомстил мне за те запреты, которые я ставил ветру на крушение. А до этого, значит, я был вот у себя на даче, и что происходило? Забор, где-то двухметровый забор у нас, он ходил как гармошка. Вот если гармошку растягивать, забор вот так же ходил весь, он извивался всякими, всякими такие. Такое ощущение было, что с забора ничего не останется. И когда я уезжал со своей дачи, мне было даже как-то не по себе оставлять вот в таком состоянии все. Ну, делать было нечего, нужно было ехать. Через пару дней вот такое вот событие произошло. Такая, можно сказать, мистическая встреча с ветром. Ну, а рассказ можно назвать, как я усмирил ветер. Вот такая вот. Благодарю вас за внимание. Приходите на канал. Будут еще рассказы, будут байки, будут сказки, будут стихи. Ну, много чего будет. До встречи на канале. Сказы сибирского шамана. Ваш сказитель, сын большой медведицы, белый шаман, в организм импровизатор, Эр Сагатох Чуронкин.